Всем привет! Уже середина ноября, Московская область. Я потихоньку готовлюсь к следующему огородному сезону. Покупаю семена, закупила томаты, перцы, огурцы и цветочной культуры пока. В этом видео хочу показать помидоры, которые будут у меня на следующий год. Но на следующий год я решила поэкспериментировать и выращивать не только высокорослые сортовые томаты, но еще и гибриды. Я их не выращивала уже очень много лет, поэтому решила вспомнить, что это и как. Буду называть названия новинок томатных, небольшая характеристика и приложу фотографию. Это для того, чтобы было и вам, и мне интересно. Конечно, это будет все взятое из интернета, но томаты, которые я уже выращивала, будет в мое описании моей фотографии. Гибриды у меня все профсемена. Вот как раз с них я и начну. Первый это Монтарис, высокорослый ранний гибрид, плоды плоско-округлые, с выраженным носиком. Я вообще носатые томаты очень люблю, они красивые. Красного цвета, примерно до 250 грамм, очень стрессоустойчивый. Вяжет в любых неблагоприятных условиях. Но я думаю, что это касается всех гибридов, тем более профсемян. Следующий это Черри Кира, высокорослый ранний гибрид. Это вишневидный томат, плоды круглые, оранжевого цвета, массой до 40 грамм, в кисти вяжет до 18 плодов. Очень красивые кисточки. Следующий это томат Кен. Это уже детерминантный, среднеспелый гибрид, плоды сливовидной формы, красные, массой примерно до 100 грамм. И тоже стабильно вяжет во всех природных условиях. Я решила посадить пару кустов в теплицу и несколько кустов в открытый грунт. Это мягкие контейнеры. Томат Галина. Это тоже невысокорослый раннеспелый гибрид. Плоды здесь уже крупные, до 250 грамм примерно, красного цвета. Урожайный, очень стрессоустойчивый гибрид. Буду сажать 4 растения в теплицу и 2 штуки в открытый грунт. Я их выращивать буду тоже в контейнерах. Следующий это Пазана. Это уже высокорослый ранний гибрид. Плоды перцевидные, красного цвета, масса примерно до 180 грамм. Очень урожайный и, как пишут, у него очень насыщенный томатный вкус. Посмотрим. Будем пробовать, конечно. Это все новинки для меня. Никогда не выращивала. Следующий Требус. Это высокорослый ранний гибрид для кистевого сбора. Это черри. Они красного цвета, примерно до 30-40 грамм. Они не трескаются, дружно спеют и очень стрессоустойчивые. Тоже будем смотреть. И следующее это Балконное чудо. Это супер урожайный, скороспелый сорт для открытого грунта, для горшков. Очень в кашпо будет красиво смотреться, потому что растение очень низкорослое, буквально до 40 сантиметров. Плоды красные, очень мелкие, примерно по 25 грамм. Ну и пишут, что очень вкусные. Будем тоже смотреть. Это уже прям вот это Балконное чудо для раннего-раннего посева хочу сделать. И выращивать его, конечно, или в контейнере, или в горшке. Это, собственно говоря, и все гибриды, которые я буду выращивать в следующем году. Следующие томаты это уже сортовые. Для меня это новинка. Сорт Баба Надя. Пишут, что это сорт народной селекции. Среднеспелый, высокорослый. Плоды массой примерно от 200 до 800 грамм. Мясистый, насыщенный розово-малинового цвета. Посмотрим. Украинка. Это высокорослый, среднеспелый сорт. Плоды бочковидные, красные, очень крупные. Пишут, что очень урожайный сорт. Немецкое сердце Гомера. Среднеспелый. Я читала также, что и пишут, что это позднеспелый, высокорослый сорт. Я посмотрю, как он будет вести у меня в стеклянной теплице. Плоды сердцевидные, красные, крупные. Пишут даже, что могут достигать до 1 килограмма. Очень насыщенный и сильный вкус. Также аромат. Сердце Зебры. Это высокорослый, среднеспелый сорт. Относится к бекалорам. Плоды ярко-оранжевые, с яркими малиновыми мазками. Сердцевидная форма, очень сладкий, вкусный, нежный. Тоже проверим. Фат Рейн. Это среднерослый, среднеспелый сорт. Плоды вытянутые. Красные сердца с оттянутым носиком. Мне очень нравится такая форма томатов. Пишут, что он очень сладкий. Семян практически нет. Но как минус описывает, что у него урожайность средняя. Лискинос. Это высокорослый, среднеспелый сорт. Плоды в форме сердец, ярко-желтого цвета. Плоды примерно от 200 до 300 грамм. Очень плотные, мясистые. Обед влюбленных. Это высокорослый сорт, среднего срока созревания. Плоды крупные, могут достигать до 300 грамм. Плоско-округлой формы, красные, с золотыми полосками, сладкие, вкусные. Так, по крайней мере, пишут в интернете. Также томат Делишес. Я его покупала в прошлом году. Так и не посеяла, потому что мне в комментариях писали, что он вырастает мелкий. Хотя в описании такого нет. Это среднеспелый, тоже высокорослый томат. Очень крупный, может достигать до 900 грамм. Красного цвета, гладкий, с небольшой ребристостью на плечиках. Мякать плотное, мясистое, с великолепным вкусом. Вот в прошлом году я его побоялась посеять. В комментариях мне писали не очень хорошие отзывы о нем. Но в этом году, я думаю, что они у меня будут лежать. Зря я их покупала, что ли. В этом году, на следующий сезон, я обязательно посею. Попробую. Потому что мы каждый по-разному выращиваем томаты. И иногда одни и те же сорта себе разное показывают даже в одной теплице посеянной. Следующие томаты тоже сортовые. Я их уже выращивала и не один год, поэтому повторяю. Дикитимиан. Это среднерослый, среднеспелый сорт. Плоды плоскоокруглые, янтарно-зеленые, с розово-красными, румяными. Масса от 100 до 200 грамм. Это экзотический сорт, на разрезе великолепный. И очень вкусный, конечно. Черное сердце с носиком от Борисовны. Это среднеспелый, высокорослый сорт. Он, конечно, не супер урожайный, но урожай достаточно на кустах. Это сердца черноши. Могут достигать до 400-500 грамм. Плотные, в то же время очень сочные плоды. Вкусы у них сбалансированные. В основном я вращиваю для свежего потребления. Тетя Анна. Это высокорослый, тоже среднеспелый сорт. Плоды очень крупные, красные, сердцевидные. Иногда плоды попадаются такие слегка сплющенные. Масса может достигать и 700 грамм. Очень мясистый, идеальный. Это томат для соков, для соусов. Очень вкусный. Ирландский ликер. Уже выращиваю года, наверное, 4. Высокорослый, тоже среднеспелый сорт. Томаты плоскокруглые, с ребристостью небольшой у плодоножки. Это томаты серии зеленоплодных, понятное дело. Сладкие, сочные, очень вкусные. Хранятся, правда, они недолго. Ну, конечно, они больше подходят для свежего потребления. Сорвал и съел. Ну, конечно же, мой любимец. Я его выращиваю уже даже не знаю, сколько лет. Каждый год. Это высокорослый, тоже среднеспелый сорт. Плоды ярко-оранжевого, красивого цвета. Цилиндрические такие формы. Масса могут достигать 350 грамм. Очень мясистый, средний такой плотности. Вкус сбалансированный. Один из самых нами любимых сортов томатов. На следующий сезон я буду выращивать 20 сортов и гибридов. Я считаю, что этого достаточно для выращивания в одной стеклянной теплице. И еще немного посадить в открытый грунт, в мягкие контейнеры. Я томатные новинки никогда не высаживаю по одному кусту. Это всегда минимум 3-4 куста. Это для того, чтобы посмотреть, на что способен сорт. Распробовать его в течение всего лета. Ну, и посмотреть, как он ведет себя в заготовках. Высеваю на рассаду я в середине марта. Но это уже будет совершенно другое видео. Обязательно буду снимать. У меня, в принципе, на сегодня все. Я вам желаю всего самого хорошего. Подписывайтесь на канал. И всем пока!